Открытый фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Синяя птица» завершился гала-концертом. Для гостей и зрителей фестиваля звучали шлягеры 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого столетия. О теплой атмосфере душевного фестиваля. Владимир Селяков. Перед началом концерта в фойе зала по-особенному празднично. Музыканты из разных уголков страны и ближних республик делились впечатлениями о городе, музыке, делали совместные фото. Ансамбль «Город» из Сыктывкара приехал на фестиваль «Синяя птица» впервые. Когда у нас в Сыктывкаре узнали об этом фестивале, так я могу сказать, несколько десятков человек хотели с нами поехать. Просто посмотреть и поучаствовать в вашем празднике. Поприсутствовать, да, на фестивале. То есть фанатов хватает по всей стране. А мы донесем до них, как здесь замечательно, и в следующем году точно приедут. В следующем году будет фестиваль? Нет. Привезем с собой полцы Ковкара. Перед началом гала-концерта организаторы фестиваля вручили памятные награды коллективам, проделавшим длинный путь из Сыктывкара и Казахстана. Благодарственным письмом отметили и нашу телекомпанию. А затем зал наполнили звуки теплой музыки. Проникновенное исполнение известных советских песен глубоко запало в душу зрителям. В разгар выступления прозвучало трогательное откровение вокалистки Валентины Михалёк. Школа заканчивала здесь, в Петровском районе. И вы знаете, прошло третий лет. Я не была здесь очень давно. И мне так приятно, как вы нас встречаете. Как нас встретили организаторы. Им особенная благодарность. Такие добрые, теплые люди. Мы вас любим и обожаем. Спасибо. Следом за молодым коллективом «Город» из Сыктывкара на сцену вышел ансамбль Скифы из Казахстана. За более чем 40-летнюю историю коллектив стал значительным событием в музыке советского и постсоветского пространства. До начала концерта бессменный руководитель Скифов Гизат Мухамбетов рассказал, как ансамбль впервые приехал на фестиваль в 2014 году. Однажды мы приехали на улицу, попросили, как проехать дорогу. И два парня нас встретили. С таким вот, они этим рвением друг друга, перебивая, объясняли нам это. Говорит о чем? О таком душе. Я думаю, что такой менталитет я сравниваю с нашим уральским небольшим городом. Вот люди, мне кажется, похожие. Каждый известный мотив, исполненный на фестивале «Синяя птица», находил горячий отклик в сердце тамбовского зрителя. Хиты, неподвластные времени и моде, продолжают жить и дышать. Владимир Селяков, Илья Демин, Анна Мусатова. Область новостей. Продолжение следует...